Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, Черкесия Отмечено, что на сегодняшний день уже описаны 27 границ муниципальных образований, 127 границ населенных пунктов и 33 территориальные зоны. Как мы уже сообщали, в Карачаево-Черкесии создан республиканский штаб по частичной мобилизации и оказанию помощи семьям мобилизованных. В него вошли не только члены регионального правительства и главы муниципалитетов, но и представители многих общественных организаций, действующих в республике. Первое, чем занимается оперативный штаб, это централизованная закупка снаряжения и обмундирование для мобилизованных из Карачаева-Черкесии. Помимо комплекта снаряжения, предоставленного Минобороны России, для ребят приобретаются теплые вещи, аптечки, спальники и другие вещи, рекомендованные военнослужащими, которые уже имеют опыт участия в специальной военной операции. Кроме того, за каждой семьей закреплены представители социального блока местных администраций, помощь оказывают и будут продолжать это делать, рассказала начальник управления социальной защиты населения Черкеска Ольга Пряткина. Если нужно подключать какие-то другие ведомства, другие службы, мы выходим на контакт, просим помочь. Например, помощь в ремонте может быть оказана. Одной семье такая помощь оказывается. В трудоустройстве обратилась одна семья, жена мобилизованного, нуждается в работе. Мы вывели ее на центр заментости, чтобы мы помогли ей с трудоустройством. Также у нас мобилизованным от республики произведена выплата в размере 100 тысяч рублей. Каждому мобилизованному семье, соответственно, получили эти средства. Также может быть оказана, например, по линии волонтерских центров движение «Мы вместе», продуктовая помощь. Соответственно, либо можно позвонить на номер 122, там обработают обращение, окажут необходимую помощь, также перенаправят соответствующим ведомствам, либо нам по номерам телефонов, которые закреплены, тем социальным работникам, которые закреплены за семьями. Не покладая рук, работает и региональный оперативный штаб «Мы вместе», который координирует исполнение запросов по поддержке военнослужащих и их семей, оказывает психологические и юридические консультации. Деятельность волонтеров разнообразна. Они и звонки от граждан принимают, и собирают гуманитарную помощь, рассказывает руководитель штаба Ася Хакирова. У нас очень такой отзывчивый добросердечный народ, когда видят, что нужна где-то помощь, всегда отзываются, проявляют свою собственную инициативу, звонят нам, приносят. В принципе, у нас такой острой нужды конкретно в чем-то нет, чтобы мы могли попросить у людей. Но если кто-то хочет, допустим, оказать все-таки нам помощь, мы не откажем, сегодня только очень признательно. Касаемо части вопросов по психологической поддержке, по юридической консультации, по адресной помощи семьям, которые уехали, а также штаб сейчас еще нацелен на работу, которая связана со сбором гуманитарной помощи для военнослужащих, мобилизованных, которые уехали. Взаимодействие органов исполнительной власти, гражданского общества и средств массовой информации в укреплении межнациональных отношений, профилактике экстремизма и сохранении традиционных семейных ценностей стало ключевой темой круглого стола, который состоялся в Общественной палате Карачао-Черкесии. Модератором мероприятия выступил Владимир Зорин, председатель Комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Республика, она имеет свою специфику межнациональных и межрелигиозных отношений, которые вы лучше меня знаете. Здесь есть пять народов. В науке это называется многосоставной субъект федерации с точки зрения межнациональных отношений. И здесь, конечно, вопросы налаживания взаимопонимания, взаимодействия имеют особое значение. И здесь есть особый опыт, который опирается и на определенные трудности, которые мы все вместе пережили. В Карачао-Черкесии новую выплату для семей с невысокими доходами, введенную по поручению президента России, уже получают родители 32 800 детей в возрасте от 8 до 17 лет. Им уже выплачено более 2 миллиардов 100 миллионов рублей. По правилам, заявления на выплату рассматриваются в течение 10 рабочих дней, но если для сбора данных требуется больше времени, срок рассмотрения заявления может быть продлен. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней. Напомним, выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям в случае, если средний душевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия. От уровня дохода родителей зависит и размер новой выплаты. Он может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума ребенка в регионе. 50 дворовых и 13 общественных территорий благоустроены в республике в текущем году в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. В частности, благоустроены сквер по улице Ленина вблизи многоквартирного жилого дома номер 62 в Черкесске, центральный парк по Первомайской, аллея по улице Мира в Карачаевске, сквер по Балахоново в Джигуте на месте снесенного аварийного дома, а также парк в районе мечети в ауле Старая Джигута, сквер по Ленина в районе Дома культуры в селе Терезе Малокарачаевского района, центральные парки в станицах Сторжевая и Преградная и ряд других объектов. При благоустройстве общественных территорий на объектах установлены детские игровые и спортивные площадки, заменено плиточное покрытие, уложен асфальт, проведено уличное освещение, установлены лавочки, урны и различные малые архитектурные формы. Всего же в республике до конца 2024 года будет благоустроено порядка 500 дворов и 150 общественных территорий. В региональном министерстве строительства и ЖКХ состоялось заседание проектной группы национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по вопросам достижения в этом году целевых показателей. В частности, рассмотрены вопросы выполнения дорожных работ на текущий год и планы на следующий. В рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году запланированы мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог протяженностью 32 километра и четырех искусственных дорожных сооружений. В том числе и абсолютно новая дорога Архы-Сдука-Лунная поляна протяженностью почти 15 километров. При ее строительстве впервые на территории Карачао-Черкесии был применен щебеночно-мастичный асфальтобетон. Кроме того, до конца текущего года в эксплуатацию будет введен автомобильный мост через реку Кордоник во улик Зелоктябрь протяженностью 65 метров. Вместе с тем на участке автомобильной дороги Черкесский-Справная-Сторожевая завершается установка четвертого автоматического пункта весогабаритного контроля и тем самым достигается значение показателя национального проекта. До конца текущего года в Карачаевске завершится строительство новой поликлиники, рассчитанной на 350 посещений в смену. Общая площадь объекта более 7 тысяч квадратных метров. Это трехэтажное здание с цокольным этажом. В состав лечебно-профилактического учреждения вошли поликлиника для взрослых на 150 посещений в смену, поликлиника для детей на столько же посещений и женская консультация на 50 посещений в смену. За основу архитектурно-планировочных решений взят принцип секционного построения и зонирования отделений. Будут установлены два лифта для посетителей поликлиники. Третий для травматологического кабинета и экстренных больных, еще один для технического персонала. Внутренняя отделка помещения почти завершена, подведены коммуникации, введена в эксплуатацию новая котельная, ведется благоустройство прилегающей территории. В Карачаевске также близятся к завершению строительные работы по благоустройству общественной территории «Зеленый остров», который пользуется большой популярностью у жителей округа. Строительно-монтажные работы выполнены практически на 75%, и уже в этом году зона отдыха предстанет перед жителями полностью обновленной. Общая площадь благоустраиваемой территории 5,5 гектаров. Здесь уже завершаются работы по строительству тротуарных дорожек, подъездной дороги и автомобильной парковки. На территории зоны отдыха завершается установка детской площадки, идет благоустройство площадки для игровых видов спорта, волейбола, баскетбола и настольного тенниса. Обустроены два пирса, дорожка на сваях по озеру, мангальные зоны и т.д. На территории зоны отдыха появится горно-креативный кластер с туристическим центром. Кроме того, за счет частных инвестиций будет построено уютное кафе и установлены павильоны. В течение двух дней, 14 и 15 октября, в Северокавказской государственной академии пройдет круглый стол «Механизмы утверждения российской идентичности и гражданского согласия многонационального народа России оригинальные аспекты». Участники мероприятия затронут и нюансы современных образовальных технологий в формировании российской идентичности и патриотизма. Талантливые дети республики могут развивать свои дарования в Центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Карачаева-Черкесии. Во всех районах региона проходит цикл встреч школьников, родителей, законных представителей и педагогов с представителями Центра. Участники встречи знакомятся с программами регионального Центра, узнают, кто может стать участником профильных смен и способы подачи на них заявок. Задача Центра – ранее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта и научных дисциплин. Подать заявку на участие в отборе на программу может каждый школьник 5-11 классов. В мероприятиях примут участие ребята, имеющие базы уровень знаний для вхождения в определенную программу, успешно прошедшие отбор по критериям, определенным соответствующей программой, а также победители и призеры Олимпиад и конкурсов, выполнившие задания, предложенные руководителем программы. Ну и последняя информация. В Черкесске прошли отборочные соревнования по гиревому спорту, по результатам которых выявлены победители в каждой весовой категории. Первое место в частности завоевали Радмира Апоев, Николай Червоны, Инвер Матакаев, Амин Братов и Шамиль Купчаков. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер восточный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 11-14 метров. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла в горах плюс 6-11. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 11-14 метров. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 17. На этом информационный выпуск завершен, его провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова